Сегодняшние гости программы «Правда-24» представляют свой совместный труд. Это два гениальных артиста – Валентин Гафт и Михаил Шемякин. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я просто должен объяснить зрителям, что пока шла отбивка, вы вдвоем очень энергично возражали против эпитета «Гениальные». А вы знаете, Михаил, как коллеги Валентина Иосифовича расшифровывают фамилию? Это же аббревиатура Гафт. Это называется «Гениальный автор феноменальных текстов». Поэтому это не ко мне вообще все претензии по поводу употребления этого эпитета. Но то, что вы гениальный художник, знает весь мир. Так что я не принимаю упреки по поводу употребления этого эпитета. Ты знаешь, ты прав. Абсолютно. Хоть в черт я оказался, наконец, прав. Значит, вот эта книжка. Как родилась идея? Здесь мы уже знаем, что тексты гениальные, потому что… Феноменальные тексты, автор гениальный. Как родилась идея? Чья была инициатива иллюстрировать эти тексты? Инициатива была Леня Робермана. Так. Который позвонил мне и сказал, господин Шемякин, вы любите поэзию и творчество Гафта? Я говорю, и люблю его как артиста грандиозного, и очень-очень люблю его поэзию, потому что она необычайная, она очень глубокая. Я не согласился бы, допустим, там иллюстрировать книжку многих-многих поэтов, которые я считаю довольно интересными, но не близкими мне, а мне Гафт близок. Близок своим взглядом на мир, близок своей иронией, близок своей беспощадностью и близок своей высокой, я не совру ни на минуту, я всегда об этом говорю, большой высокой филозофичностью. Это действительно мыслитель, и я с удовольствием согласился делать иллюстрации к этой книге, не думая о том, что я влипну в довольно серьезную, сложную историю. Когда я увидел, какие секции я должен оформить, допустим, эта книга, я ее воспринимаю как своеобразную автобиографию этого большого мастера. Здесь и мое детство, и моя философия, мой зоопарк, где довольно четко выведены определенные нам всем знакомые лица. И мне нужно было немножко, ну так условно скажем, в духе Павла Филонова, моего любимого учителя, создать вот эти большие станковые листы, наполненные изобразительными образами, которые я вычитывал и высматривал, и выискивал в определенных этих моментах философии. Вот вы упомянули трудозатраты, от которых вы не ожидали по объему. Как долго вы работали? Год. Год работы довольно, ну, можно увидеть. А вы работали, я так полагаю, ну, четверть века, потому что вы ведь очень поздно стали писать стихи, насколько я понимаю, спустя... То есть, когда уже были народным артистом, любимцем державы, вы первые стихи, по-моему, начали писать после 50, нет? Вы знаете, я не могу сказать, когда я первые стихи писал, писать. Я сейчас просто выслушал Мишу. Так. И надо о лаберде сказать. И мне стало как-то нехорошо и хорошо одновременно. Потому что он говорил замечательные слова. Хорошо, что я уже прожил почти век, поэтому у меня есть какие-то силы, чтобы остаться в таком состоянии, как я пришел. Потому что это мой любимый художник. Мне нравится все, что он делает. Я никогда не мог представить себе, что я насочиняюсь до такой степени, что Шемякин будет читать мои стихи, и писать такие необыкновенные иллюстрации, так мягко скажем, стихам. Это отдельные картины, которые не только украшают эту книгу, а это... И цены нет. Дополняют. Дополняют. Неизвестно. Если я мог бы дополнить Шемякина, я не дополняю. Я просто иду по его мостовой, которую он нарисовал здесь, мостовой жизни человеческой. А когда вы познакомились? Вот я имею в виду не с творчеством друг друга, а вот... А вот Роберман нас и познакомил. Как это, когда и как это произошло? Знакомство ваше... Ну вот именно в начале, в начале книги он привел в отель, где мы останавливаемся, в Москве, в том городе, в котором я когда-то имел честь или несчастье родиться. И я впервые услышал уже вживую стихи господина Гафта. И мы почувствовали, что мало того, что мы знаем, я думаю, творчество друг друга довольно давно, почувствовали, что мы вообще друг друга давно знаем. По крайней мере, мне так показалось. Не знаю, как Валентину. Думаю, что мне не показалось, а я просто давно вас знаю. А вот я так понимаю, что дизайн обложки в делу дизайнера, не вы. Да, совершенно верно. Как вы его оцениваете с профессиональной точки зрения? Я уже написал вот ему дарственную благодарность и пожелание больших серьезных успехов. Потому что вообще-то книжка сначала была заказана и я рекомендовал издательство Витанова. Но тот дизайнер, который прислал нам свои первые эскизы, они, в общем, всем нам не понравились. И Леонид решил пригласить вот этого художника. По-моему, он молодой. И он сделал дизайн, который нам всех устроил. Не знаю, как вот Валентину устроил он или нет. Но мне кажется, что очень неплохо и замечательный фотограф. Насколько я знаю, это женщина. Да, вот я как раз хотел. Да, очень серьезные фотографии. И, в общем, это очень сложно раскрыть образ человека через фотографию. Но он, этот фотограф раскрывает, мне кажется, это замечательные фотографии. Это действительно тот гавт, которого я знаю. У нас в столе как раз фотоаппарат ваш, я просто поясню зрителям. А вы когда-нибудь снимали своего соавтора? Да. Так. Снимал вот там же в первую встречу. Вот. Опубликовано где-то? Нет, пока не опубликовано. Держу в своих архивах. Потом буду продавать. А вы, в свою очередь, что-нибудь про Шемяки написали? Есть эпиграмма посвященная? Ну, он написал одну, но она такая неприличная, что... Такая приличная при приличных гав не пишет. Нет, нет. Ничего не написано. Не написано? Нет. Не написано ничего. И, вы знаете, воздерживаюсь. Потому что лучше всего я ношу это ощущение счастья. не потому что я так... Ах, как я написался для меня это... Я никогда не думал, что я сочиняю что-то такое, что всем надо читать и говорить об этом. И вдруг произошло что-то такое, что может быть меня стали слушать люди. Так. Что значит, раньше не слушали? Нет. Слушать то, что я пишу. Дома у меня не так слушают. Дома... Я надоел всем. Говорю, вот у меня, знаете, я... Но тем не менее стал писать. Написанное стихотворение, даже маленькое, это сыграть роль. Понимаешь? Вообще писать можно о чем угодно. потому что мир создан для того, чтобы мы не молчали. Он прекрасен и он ужасен. Молчать нельзя. Я почувствовал, что я могу сказать вот все, что на столе стоит, можно сочинить. Не выдумать, потому что ты, когда ты об этом думаешь, ты не выдумываешь какие-то фортеля. Там и работает драматургия жизни. Я вижу дерево. Я понимаю, что это такое «Одиночество дерева» и мое, допустим, извините. Я их соединяю. Вот дерево, свидетель молчаливой природы перемен и тайн, что не познать. Сегодня день холодный и дождливый. Я в дом вошел, а ты должно стоять и мокнуть под дождем, скрипеть и гнуться, но до конца стоять, где суждено. Но отчего так ветки твои бьются, стучат в мое закрытое окно. гениально. Понимаешь, мне это интересно. Облако. Я вообще говорю, облако. Мне волчих говорит, вот облако. Вот облако, похоже на рояль. Кусочек влаги надо мной несется. Сейчас оно как сердце разорвется и не сыграть на нем. А жаль. Вот такие. Вот они человеческие все. Поэтому я сочиняю про животных, которые близки к человеку. Про людей сочиняете, которые близки к животным. Да, очень, может быть. Хорошо сказал. А вот я недаром когда представлял вас обозначить как артистов, потому что, во-первых, артисты это в оригинале как бы именно художник в широком понятии, не обязательно живописец. Вы ведь помимо того, что пишете, вы ведь еще всячески творчески себя как-то реализуете. Вы когда-нибудь стихи писали? Но кто из нас не писал стихи? Вот выясняется, что Гагафт в юности не писал стихи, когда все их писали. Вот я именно в юности писал, а потом понял, что, так сказать, мне писать стихи не рекомендуют. А что-нибудь осталось из того, что или у тебя утрачено? А осталось, да? Вот. Но я подписывался и даже по каких-то сборниках вообще русской эмиграции первые, третьей волны, вернее. Это в тот период, когда 70-е, да? Но я подписывался из творения по фамилии моей матери, Михаил Притеченский. Вот. Так что какие-то... Но они немножко похожи на мои рисунки, такие же немножко сбалмошные, сюрреалистичные. Вот. Я ничего толком не помню, но просто помню ощущения от них. Но вот я как раз сейчас подумал, что нас многое сближает с Гагафтом. А вот сейчас он заговорил об облаках, прочел удивительное стихотворение, тончайшее по своему состоянию. А у меня я готовлю выставку, ну, не завтра, не послезавтра, уже много лет. Я снимаю облака. Снимаю вот этим своим кэноном облака, а потом я их прорисовываю, потому что я вижу, вот он увидел рояль. Это гениально, ведь вообще, понимаете, в небе увидеть рояль. Это Чехов увидел, есть Ригорьев, говорит. И он распадется, вот я наблюдаю, смотрю, ага, вот какая-то фигура, балерина летит, вот сейчас она раз, от нее отлетела нога белая вообще в сторону, ветер унес, раз, отлетела голова, все. А у меня, благодаря новой технологии, раз, она и осталась. Потом я уже распечатываю на фортной бумаге и потом тихонечко, тихонечко, аккуратно начинаю прорисовывать. У этой облако балерины появляются глаза, чуть-чуть мазок рта, она приоткрыта, все. И рисунок закончен, потому что все, что на рисунке моем остается, это сделала сама природа. И вот иногда мы с старой, почти когда хорошие дни, мы каждый день довольно много километров проезжаем на велосипедах, я всегда останавливаюсь, смотрю на облака, фотографирую. И я пришел к такому выводу, что Бог дает небо для, как подарок многим художникам. И вот я смотрю на облака, вот сегодня работает талантливейший мастер, то есть я все время останавливаю свой велосипед и фотографирую, какие-то львы несутся, смерть с косой громадная нависла вообще над домами, над прочим, все. А бывает совершенно бездарный художник. Раз, и облако какое-то клочкообразное вообще, все невыразительное и прочее, все. Я понимаю, сегодня, так сказать, вообще работает на небе не очень удачный мастер. Вы знаете, я когда перед эфиром изучал вашу, в том числе, не только фильмографию, но и библиографию, обнаружил, что в 96-м году вы уже работали совместно с другим художником. У вас была книжка, сделанная совместно с Никасом Сафроновым. Ой, я ничего, Сафронов, как-то я встретил его, я не был с ним знаком, видел его где-то на приеме, подошел ко мне и сказал, вы пишете стихи, а я рисую. У меня было плохое настроение, я там что-то такое вообще немножко, вы, я рисую. я говорю, ну покажите, что вы, ну, я говорю, давайте, рисуйте. И говорю, вот это, 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 это. Он нарисовал. Так. Потом человек нашелся, мы скоро познакомились в Прибалтике с каким-то человеком, он говорит, я сделаю вашу книгу. Угу. Сделал книгу, там Никас нарисовал, я не могу, это же, он приятель мой, я с ним редко встречаюсь, но он есть. Угу. Я не могу сказать, он плохой художник, не имею право, но он мне часто очень непонятен, но он устроен хорошо, я за него рад, потому что он, человек, мне казалось, может пропасть, а он хорошо живет, и я рад за него. Угу. А вы хорошо живете? Когда я в мастерской, меня никто не тревожит, я живу не только хорошо, я живу счастливо. Угу. А вы знакомы с Никсом? Я только бываю таким счастливым, потому что приходится вертеться, как это говорят в России, на пупе, для того, чтобы выжить. Вот. Вы и ах. Угу. Вот. Вы с Никсом знакомы, или с кем-нибудь вообще? Я знаком с ним, там бы абсолютно шапочно где-то вообще пересекались на каких-то официальных встречах. Ну, я на картины Никаса, я написал несколько хороших стихотворений. Угу. Это и вот, например, «Упало зеркало, разбилось отражение, сегодня или завтра быть в беде, не так причесан мир, и все его движения преломлены, как тени на воде. Разбитых стекол свет стал узким, колким, но отражение мира погребя, мы соберем души своей, осколки, чтобы, может быть, увидеть в них себя». Это Никас меня натолкнул. Я вот... Еще там у меня было несколько стихотворений. А вот я думаю, почему... Вот вы же помним вот эти времена 60-е, когда вы... Вот вы народный артист, а ведь были народные художники, ну, не по званию, которое давалось Союзом писателей, а вы уже помните, что собирали стадионы, и там была Ахмадулина, которую вы писали, и там Евтушенко. Почему сейчас вот рифмованное слово не собирает стадион? Как вот вы считаете? Вы знаете, я считаю, что... Я, во-первых, не знаю, собирает или нет, потому что я не живу здесь. Можно собрать стадион. Можно? Можно. Я, знаете, вот я не говорю про себя. Была передача у нас с Виктяком, я читал свои стихи, мне снился сон. Да. Он режиссировал, он просил, он разбирался в моих стихах, и как бы прямо на глазах у зрителей показывал, подсказывал, просил, и я выполнял то, что он просил. Я читал стихи. Но это были не стихи. Это была моя жизнь, о которой я не... Каждый день твержу, я могу один раз собраться и про это сказать, но ничего не выдумывал. Надо идти не читать стихи наизусть, а зачем ты стал их читать? Я, например, я люблю Маяковского очень. Я, Маяковский, я его читаю так, как это сегодня можно читать. Сегодня. А вы знаете, что... Ну, собственно, вы, естественно... Не нужно. А? Нужно читать. Нужно читать Маяковского? Да. Я за мой любимый поэт. Я читаю совершенно несправедливо за быт. Грандиозный. Грандиозный. Грандиозная фигура. Грандиозный поэт. Лирик фантастический. Он вытаскивает на себя слова, которые должны прозвучать впервые. Ему стыдно долдонить на языке балоничьих лириков. И он не выдумал язык. Он говорит нашим языком, которым мы говорим. Но как? Как он видит? Этот язык может выразить все. Ну, вы... Мы же с вами говорили, что вам часто приписывают еще ко всему прочему, что и вы. Ну, сейчас пишут. Да. Ко мне пришла Камбурова и сказал, Валя, какие стихи ваши потрясающие. Вот какие необыкновенные. Откуда? Какие стихи? И я цитирую то, что я никогда уже не писал. Это в интернете. То есть не только гадости вам приписывают. Вы какой молодец. А там конфликт России с Украиной. А, ну да. Я, значит, какой-то я... Я ругаю свою собственную страну, называю... Это не ваше. Гнилью. Это президент... Да что же это за безобразие? Не потому, что я, ах, как испугался. И мне стыдно про это говорить даже. Но написано в моей фотографии и Валентин Гафт. Это я пишу тебе. Да, ходит по Фейсбуку, тиражируется очень сильно. Напишут, что не написано Гафт. Мерзость. Да. А вот, кстати, вы, как человек, который пострадали от системы, очень в 71-м году вас выслали, вы согласны с тезисом, что сейчас происходит реанимация именно Советского Союза, как говорят, СССР 2.0? Как ваша оценка, как вы сидите во Франции и читаете французскую? Именно, так сказать, из-за того, что я человек 60-х годов, когда еще были лагеря забиты, сидел Марченко, умирал в тюрьме Голландско, сидел мой друг юности, Володя Буковский, которого потом обменяли на Карвалана, обменяли хулигана на Карвалана. А мы их сидели, естественно, в сумасшедших домах, потому что расстреливать нас не расстреливали, но в 60-е годы была принята советская медицина, термин был утвержден вялотекущая шизофрения, что развязывало руки для того, чтобы любого человека обвинить и посадить. Значит, нас сажали туда, и если кто-то из нас не сидел, мы относились к этому человеку с большим подозрением. А не стукач ли он вообще? Как это можно вообще? Да и в тюрьме не было вообще, в лагерях не было, и в сумасшедшем доме не было. Но вы считаете, в современной России за идеологию могут репрессировать? Ну, если вы слишком много, так сказать, трубите и шумите, так сказать, вообще, и кому-то надоедаете, наверное, могут слегка, так сказать, вообще с вами и подрасправиться. А так нормально, конечно, для меня, как для человека 60-х годов. Я прихожу в магазин, я покупаю теорию Филонова, Малевича, я покупаю ту литературу, за которую, ну, в наше время можно было бы получить семерку. Я уж не говорю о современной литературе, которая довольно жесткая, как, допустим, там, Буковский или Уэлш, которого я люблю, несмотря на то, что многие считают его очень похабненьким. Вот, поэтому я думаю, что любим мы паниковать. Паниковать любим. Значит, мы выходим на финал следующим образом это выглядит. Вот в этом красном мешочке есть фишки, вы вытягиваете по одной и такого же цвета выбираете карточку. Вот, прошу вас, Валентин Иосифович, вот здесь, да? Да, вот здесь, Валентин, бери сразу. Любую, любую, да. Голубой. Да, любую голубую карточку. Любую, голубую. Давайте. Так, голубая карточка, вопрос на подумать. Ох, не стану я такой вопрос задавать, потому что я знаю, что вы не любите. Ну, здрасте. Ну, хорошо, тогда задам, под вашу ответственность. А почему это? Вы обсуждаете интимные детали своей личной жизни с друзьями? Такой вопрос. Ну, вот как я могу запугав, то такой вопрос задам. А что, нормальный вопрос? С друзьями интимные детали? Да, да, личные. Что такое детали? Я еще не разобрался в целом. Детали это уже не успеет. Прошу, по вашей очереди. я теперь вынимаю. Да. Ладно. Так. Это какой тебе? Это желтый. Любой желтый. Желтый. А это обратно? Ну, нет, это на старте. Любую желтую карточку, да. Все тут надо начинать. Так. Неловкий вопрос. Вы когда-нибудь отзывались плохо о песне или исполнителе, который на самом деле вам тайно нравится? Странный вопрос. Ну, в вашем случае про художника вы когда-нибудь отзывались плохо, хотя на самом деле считаете, что он вполне может состоять в конкуренции? Нет, такого не было. Я наоборот, даже те, которые часто не нравятся, могу иногда пожалеть и отозваться хорошо. А если мне не нравится, я довольно часто отзываюсь резко, вот в частности, например, мне очень не нравится, не то, что не нравится, не то слово, вот, Никас, как его, Сафонов, Сафронов, вообще все, пожалуйста. Я всегда открыто говорю, что, ну, пошлятина такая, что дальше ехать некуда. На что он сказал, однажды в интервью сказал, зависть, зависть. Вот здесь, так сказать, никак меня не обвинишь. Вот уж кому не завидуют, этому художнику. Хотя знаешь, что он живет неплохо. Я не знаю, обсуждая ли кто-либо эту книжку, не прочитав ее, я думаю, что просто подержав в руках, я возьмусь утверждать, что это совершенно великолепная вещь, хотя бы по тому, как она сделана. А что вы сможете сами взяв в руку эту вещь оценить. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова